всем привет сегодня 16 ноября и сегодня у нас скорее всего одна из последних рыбалок на лодке в этом сезоне и у нас до сих пор есть надежда поймать трофейную щуку за весь год мы не смогли поймать ничего больше чем кило 750 кстати щука в прошлом видео которую мы считали по двушку оказалось на кило 750 и это самая большая рыба володя на какую самую большую в этом году поймал почти сильно не было тратить чуть больше делушки наверх душек не было вот такие дела поэтому сегодня мы будем ловить на такие на воблеры от сотки на сто десятые сто тридцатые чтобы зацепить кого нибудь пожирней думаю чем больше кусок тем больше рыба ну так считается во всяком случае а что у нас из этого получится я даже не знаю погода вот у нас на улице там не то дождь и то снег 0 градусов короче в 6 утра 23 минуты ехать нам еще 100 километров мы только отъехали от дома он вам брелком хвастается на машине ехать нам еще долго ну ладно пока будем ехать рассказывать ничего не буду рассказывать особо нечего вот приедем на место и тогда продолжим ну вот мы доехали до места ловли и сейчас я вам покажу на что мы сегодня будем ловить вот у нас тут коробочки разложено сегодня основная ставка будет идти у нас вот на таких вот сто тридцатых мегабасов которые называются один магнум другой это шайнер вот такой вот ну володе там в принципе то же самое будем сегодня пытаться поймать трофейную щучку еще вот есть такие глубинники мегабасы они идут где-то до полутора двух метров а вот эти уже два с половиной три метра будем ловить с такими большими лопатами лоблерки ну а если не будет клевать у нас никто большой перейдем вот на такие вот восьмидесятнички вот володь покажь вот на такие вот проверенные восьмидесятнички перейдем и ловить мы сегодня будем я вот себе купил такой вот бюджетный спиннинг называется black hole shuriken с тестом от 7 до 21 грамма вот на него буду ловить понравится сделаю потом на него обзор и буду потом советовать кто будет спрашивать недорогой спиннинг для ловли на большие воблеры вот не знаю как он пойдет не пойдет но в магазине он мне понравился поэтому я его и купил володя будет ловить на айка дикси катушка шимана twin power 2 500 вот этот вот интересный спиннинг он с тестом от 1 до 7 грамм написано но володя им кидает 17 граммовые воблеры что интересно так что тест на нем неправильный а так спиннинг легкий прикольный и стоит вообще сущие копейки там за сколько ты его валить покупал 1400 бешеные деньги стоит и тоже ловит ну короче все если вдруг мы захотим куда-нибудь на ямку переехать то там будем пробовать или резину или какие-нибудь поролоновые рыбки здесь вводится судачок и на ямках он может клюнуть хотя не факт ну и сегодня я вот как вы видите в новом костюме который мне подарили буду его испытывать как он себя покажет замерзну промокну заболею умру потом расскажу если конечно умру то не расскажу ну а если следующее видео будет то значит я не умер в этом костюме ну все погнали на рыбалку сейчас встанем на меляк и будем от берега стаскивать в глубину ну обычная схема не будет клевать будем с меляка стаскивать в глубину не будет клевать не так не так будем по руслу таскать ну и так далее искать, пытаться, пробовать, экспериментировать на каждой рыбалке работает своя схема по одной схеме ловить не получается никогда сегодня на меляке клюет завтра на глубине послезавтра на русле или вообще не знаю где или вовсе не клюет начнем где-то отсюда здесь вот у нас где мы якорь кидаем метр глубины под нами а вон туда вон к берегу метров наверное до 4 поставил я грэди гатса 111 здоровенного весит 21 грамм ну для нашей местности такие воблеры практически не используются только вот такой вот поздней-поздней осенью когда мы пытаемся поймать монстра но монстра поймать у нас пока не очень конечно получается но вдруг сегодня будет именно тот день и так на первой проводке не не поймали это хорошо честно пересядем так вот и кинем вон туда вон пока не понял что привыкнуть надо но кол еще тот походу до 40 грамм потянет саня штаймень сказал что блэк холл и можно в два раза тест превышать он только ими и ловит своих таймений по двадцатке вот у него эти до 80 грамм у него спиннинги и он ими по 150 грамм воблера кидает и ничего один спиннинг у него 10 лет живет как он кидает вот как он кидает пойдет 20 грамм по-любому полетят потом посмотрим как 10 граммовики летать будут вот 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 у но цена там сотен до металла и ладно будем кидать дальше дядя вова поймал щука на кого на бега басика в антенна вот такой симпатевой пойдет у меня пока не клюет это вообще-то первая поклевка ловим мы уже ну сколько минут до минут 40 уже наверно плаваем пробовал я ловить на синенького мегабаса у меня не клевала теперь поставил вот такого не поставил флюрокарбоновый поводок как всегда на свой страх и риск 55 флюрокарбон посмотрим что получится на улице минус 2 он к мерзнет кольца замерзают руки замерзают кайф короче а вот и у меня клюнул крокодильчик маленький где наш маленький крокодильчик мы его добудем нашего маленького крокодильчик вон он наш маленький хороший где этот чихпых охвататель эти сути какие мы злые а ротик мы открывать будем они хера мы не хотим ротик открывать как же я хочу а вот хватил вот такой зверек клюнул у романа и 400 500 пойдет главное меньше то двух метров тут вообще наверно метр двадцать полтора что не поймал ну ладно ловим дальше а вот у нас и села щучка иди ко мне моя хорошая за краешек губы может сорваться дай мне дядя вова лип гриппа на краешек губы на один крючочек у нас поймалась хочет а говорить молча сидит главный так любят делать надо ее в лодку тянуть а тут она сделает нам а вот уже почти а опа готова такая вот зверюшка поймалась и нам какой зверек у нас клюнул просто монтик воблер то подлиньше его пожалуй будет он даже не клюнул он обогрелся наверно ну да он же ну блин одним крючком за жопу ну что ж какой-то пидорок клюнул явно хотел не клюнуть а другим делом заняться как мы сегодня обратили внимание с володей щуки на глубине опять нет вообще нет а вот тут вот глубина ну метр наверное полтора то им мельче расходятся постоянно круги и даже не понять или это мелкая щука или окунь какой бывают такие серьезные круги или серьезный окунь или мелкая щука даже непонятно кто еще один шанс даю посадок о какой лету ультима 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 90ф я все я на кота даку забил полностью дай кто его знает и к садаку может могут схватить не их по весне 6 штук кафадок покупал разных ни один не выстрелил никогда молодец вот эти вот видосы лучшие десятка воблеров всяких бывают на местности у кого свои клюют а бывают просто люди снимают у них есть 10 воблеров они снимают про них надо же видос какой-то снять некоторые снимают лишь бы снять какой-нибудь видос не знаю зачем им это нужно вводить людей в заблуждение чтобы люди деньги тратили на воблера на которые не клюет я например если рассказываю что на этот воблер клюет так у меня в видосах и есть что я на него поймал а ты заметь кто вот эти все лучшие десятки выкладывают вот они подтвердили это чем-нибудь у них вот на канале есть какой-нибудь видос где они вот на эту свою лучшую десятку хоть одну рыбу ловят я вот не видел ну может у кого-то и есть я же не говорю что это абсолютно у всех на обычный человек он начинает канал откроет и начинает там всякую шнягу вот у него есть 10 воблеров они давай я думаю сниму лучшую десятку он бы 11 бы снял бы назвал бы лучших одиннадцать воблеров но просто одиннадцатого еще не купил первый год ведь на спиннинг ловит да надо туда он уголок нам путь здесь походу все разогнали мы их кстати ребята насчет спиннинга что хочу сказать он мне потихоньку начинает нравится не тяжелый колышек конечно но несмотря на то что он колышек он вот воблера вот такие вот ночь вот этот ваще наверно грамм 6 весит воблерок ну кидает он его метров на 30 ну и фиг с ним он спиннинг то не для этого он потяжелее воблера предназначен кидать зато и такие 20 граммовые воблера запуливает не напрягаясь потом я обзор про этот спиннинг сниму наверно все таки как он мне начинает нравиться вова кого-то поймал пока я ждал что там это там коряга это тоже улов ну-ка покажи свой мощный улов носится там по всему это не коряга рыба это точно не . . я тут стою жду пока вова проводку закончил поплыть отцеплять мой воблер иди сюда малыш где на там кому кому-то мутам для спиннинг мощный до 7 грамм вот какой зверек мега басика вантенн ну ладно это хорошая щучка теперь поплывем моего отцеплять от коряги я же здравствуйте ну вот теперь у меня какой-то зверек поймался нормально тоже мега бас вантенн только другого цвета а на нем вроде он кин они как там его я уже забыл тоже как он называется теперь открыт пиялка видишь стоит пиялку а эти был принимают уже просто поднимают эту пиялку валик купил грудану ну да кто называет их а вспомнил изи шайнер о как там на нем написано там руками надо было счастье пальцев судит изи шайнер чахов покажу вот такой вот это это шайнер о как это шайнер дядю вова поймал щука река нормального такого поймал а она что это не этот возник страйк прочный нравился его разловил вот страйк про страйк про ловит неизвестно название как это их там называют а забыл ну неважно кто-то у нас поймался щучка наверное щучка маленькая щучка какая малышка веселенькая такая вот кто-то у нас поймался ну конечно же щучка кто тут еще может поймать акушара ни хера себе монстр акушара грамм на 800 да ладно больше больше я такого окуня 10 лет не видел какой полкило грамм 700 минимум блин я такого окуня уже сто лет не видел а клюнул воблер 110 спрут фирма я не знаю кто это китаец галима скорее всего ну такой красивый 110 воблер и акушара такая с пиявкой он значит он не выдержал не выдержал понравился ему наверное китайский воблер сильно и бывает ну вот и все подошла наша рыбалка к концу рыбалка можно сказать получилась удачная и поймали мы семь щучек на двоих одного жирного окуня такого уже давно не видели ну лет пять наверное или шесть обычно мелкие постоянно это редкость в наших местах поймать такого окушка ну у Вовы случилось небольшое горе ну вот говорит большое горе у него случилось отстрелил он своего любимого мегабаса 110 вижена и отстрелил кстати на титановом поводке ну наверное поводок был уже надломленный и все на забросе отстрелился забрали мы всех щучек как всегда от жадности от голода пишите в комментариях как вы любите а для нормальных пацанов всем удачи пока